утро следующего дня встал сегодня полчасика пораньше сейчас мы завтракаем и отправляемся на озеро часа два рыбачим по старым лункам я думаю что топориком их вырублю на улице пошел снег такой мягкий пушистый немного но вот так она навалила это не очень хорошо потому что это опять будет все лететь в квадрика в шурузы в двигатель все это будет таять течь сосульки ну сами понимаете и сегодня мы едем домой но другой дорогой хитрой я там сам ни разу не ездил летом я думаю очень труднопроходимая дорога а сейчас посмотрим так чтобы знать есть она там или нет вот и все у нас чеок закипел ладно я завтракаю на улице стало уже светать но не совсем так чтобы светать но без фонарик это конечно плоховато что-то видно но видно и так вот так книжку у нас подвалила запускаемся и будем опять стучать ошибка горит ванна пускай греется а мы тем временем стукаем ходовку я уже и на озере такой снежок по глазам бьет надо очки одевать странно сегодня ошибок нет вообще никаких работает чутенько без ошибок непонятно видимо ошибки приходящие уходящие она будем посмотреть рыбачьи кто рассвело снег идет видимости вообще никакой нет ну как нет метров 100 150 наверное видимость я походил по лункам и лунок то не видать хотя они вот рядышком совсем топором прорубил ну и нифига вернулся уже квадрику хотел было ехать дальше и тут на тебе понеслось вот с одной лунки опять ратлин синенький уже весь погрызанный собираем улов и что выдвигаемся одеваю очки чем больше сыпет тем хуже ехать не хуже ехать не в плане там проходимости или еще чего-то а хуже в плане того что присыпает и лед родники всякую хренатень плюс степлило я думаю сейчас около наверное ну там минус один от силы то есть вот прям такой чуть ли не сырой снег ехать мне по незнакомой дороге поэтому сейчас достаем желтенькие очки собираем улов можно кружочку чая глонуть и выдвигаемся до дома 70 километров еще посмотрим куда эта дорога меня вообще выведет так желтых очках видимость маленько получше но все равно не это впереди так все ровно и все сливается вчерашних следов не видно хотя вот они есть а чуть вдаль все и нету ничего ну что делать поедем потихонечку сейчас зажгем фару ну может быть будет чуть получше такая горка везде камни одни круто очень вот здесь вроде более-менее пологая но тоже волны такие попробую залезть я не могу заехать на козла встает и камни внизу сзади колесами буксуют а передние просто в космос поднимаются поеду еще поискаю место еще одна попытка не могу выбраться точно так же свечку встает колесами буксуют по льду и когда свечку встает масло загорается видимо масло слизко оттекает начинает масленка моргать поэтому сразу назад и нафиг едем другое место но чё то тут весь берег такой высокий четвертой попытки только забрался вот тут вот кое-как и то там сразу такая яма что я тут повис на брюхе буксовал немножко ну вроде как съехал вот такие почки тут сразу начинается и уходим на болото дорога выходит к речке ехать тяжело только на понижайке по полном приводе дорога болотная когда-то видать вездеходы ходили вот колея вот колея вот там еще колея ну посмотрим куда идет да тут вообще тяжелая езда снежком стала кусты прикрывать везде пузом чиркаю на понижайке вот так пол колеса почти проваливается ну и у нас препятствия тут ручей буду штурмовать если что вот там сосна есть веревку размотаю зацеплюсь да так я буду долго ехать очередной ручей пощелкал вроде как мелко сантиметров двадцать его камни если что сосна вот там есть да так мы будем долго ехать такие родниковые какие-то леса все проваливается ручьи ручьёк оказался сюрпризом вот там геопинал там оказался валу а тут оказалось глубоко его там оказалось глубоко в итоге через эту валуну сюда переехал и лег вот здесь на бок просто вот видно как этом крыльями бороздил багажником кофром вот но кое-как назад съехал туда назад тоже не выехать там бугор такой на этом валуне короче вертелся вертелся сюда не мог добраться что же такая это кочка и потом поперёк уже развернулся по всем этим льдинам вот на краешек кое-как да нифига себе начало дороги это я еще километр не проехал ладно едем дальше пока все не замерзло такая вот направление куда я сунулся до летом я считаю но для квадриков вообще не проходимо то есть я сейчас с трудом ползу какие-то то ли родники то ли что то есть под низом не промерзшая под низом вот так везде вода квадрик буксует вот такая колея везде пузом тут еще получше вот там вообще я считаю что летом только для вездеходов вот так выглядит направление ну что поехал так будем биться до конца уже жарко весь змог но едем снежок вроде перешел я продолжаю ехать остановился осмотреться такие вот болото дорога идет вообще не туда куда я думал и выходит на основную дорогу по которой я позавчера ехал выгребаем снег лед хотя она вроде не мерзнет она все сырое все капает но все равно надо проконтролировать тут уже такая более-менее пошла дорога из леса вышла но я думаю ненадолго сейчас болото и она опять в лес заходит по лесу конечно ну говорю еще раз летом эта дорога для квадриков непроходимо просто полностью непроходимо конечно рубиться если можно но зачем до вездеходов только вездеходами все и распахано они вот а край болота лесом идут ломаются снег где как с кочки на кочку но мы чистимся едем дальше вот я и выехал на свою дорогу позавчера я здесь проезжал в ту сторону вообще не думал что эта дорога сюда выходит я думаю она выходит намного правее километров на 10-15 а вон она как оказывается вроде как немножечко распогодилась разъяснила и опять по своим следам учусь подъезжая к этой красоте смотрите какие деревья более только чуть задеваешь только снега на тебя падает в целом дорога ништяк по своим следам мчать конечно уже нормальному квадрикой накат хоть какой-никакой есть чем вот так вот перебирать или по своим следам уже морозы себя походу вообще никакого нет может быть минус один или ноль поэтому сегодня все протаивает видно как с квадрика текет ладно мчим дальше блин еду вообще как в сказке все беленькое кругом нарядное все такой класс лесу это он а и и и Вот такая красота Надо перчатки одевать Эх, руки тут мерзнут Целик тут немножко ломанулся с дороги Крюк сделал, километр наверное По лесу тут немножечко Старые лесовозные дороги заросшие Вот так вот С космоснимков смотрел дома Мне показалось тут может быть избушка А тут не избушка Тут очередная просто Проливали лес И вот очередная куча Дороги все позарастали Вот таким вот березняком Вот это дорога А за дорогой вот так вот лежит лес Тут несколько слоев прям Хорошая кучка такая, деляна Большая По вот этим дорогам не проехать Поэтому приходится рядом ехать Вот это тут как бы ну Можно сказать то что там на дороге было Дороги там чуть ниже идут Тут горка такая Все Поэтому облом Выезжаем обратно на болото На свою дорогу Туда видать дорога шла Сейчас попробую туда проехать Ну все сделал, кругу километра два Такого вот леса с той горы съехал Тут такое родничное болото Ничего не замерзает Я туда ехал провалился вот тут в колье Обратно тут низ вообще дышит весь Ну и тут тоже ехал тоже все такое Это шаткое Вот видно калий как раньше тролевчики ходили Другая техника Всего протаявшая, не замерзшая Но здесь так всю зиму скорее всего и стоит Родник этот Будут потом намерзни такие Если снегом не засыпет А мы наверное Сейчас спускаемся до каменной речки И пьем чай Да хорошо сейчас по болотам можно резать Летом так не срезаешь Поползти вот так все кругом А сейчас срезал и все И тут сейчас есть болото Сегодня хотел показать что целый день еду И ни одной ошибки не загорелось И даже ни разу ничего не моргнуло Странно И уже по дороге проехал Притом тяжелый Одна палочка всего убавилась Расход нормализовался Что такое? Непонятно А мы тем временем форсировали каменную речку И будем пить чай Привал чай И надо постучаться Потому что все везде забито Вся подвеска Посмотреть что там с пыльниками Везде снег Напрессованный мокрый Приготовил наш нехитрый перекусон Блин классно тишина Снег кончился Речка журчит потихонечку Лединки гремят там Плывут Моя дорога уходила туда Ну сейчас попробую Вот эту выпрямить Колею Приятного аппетита мне Все я покушал Обстучал весь квадрик Смотрите какую штуку заметил Вот сюда вот набивает снега Это переднее правое колесо Без суппорт И вот сюда мнет, мнет, мнет и начинает загибать Пыльник вот этот вот Который Кожух тормозного диска И он ложится прямо на диск И начинает шоркать уже Такая вот фигня С левой стороны такого нет почему-то Именно вот с правой стороны Так, ну все у нас Все почистилось Льда нет, везде такой снег Сырой, напрессованный Не отстукивается нифига Так, ну что, продолжаем движение Ну что, вот я и выскочил на центральную дорогу Только что посмотрел Трек пишу Пять часов двадцать восемь минут в пути И проехал за это время Двадцать девять километров Все сырое Перчатки сырые Сам весь, наверное, тоже снежный Везде хрустит, потому что, наверное, там Везде снег Ну, это не суть Квадрик у нас тоже выглядит вот так вот Вот в это место Напрессовывает снег, вот видите как Так Так напрессовывает, что важно Загибает защиту Тормозного диска А с этой стороны почему-то такого нету Не знаю, уже не первый раз такое замечаю Именно с правой стороны Ну и тут вон на диске сколько налипло всего Еще раз все обстукиваем Пьем чаек И до дому еще Тридцать Ну тут уже теперь такая дорога Что можно поднажать Надо будет одеваться, застегиваться Тут мы уже и с фарой Следы есть, накатано Тут только поливай, как говорится Все Домчал до аэропорта Хибины Колесо последний метр уже мчал Практически Не рулился То боком, то непонятно как Что ж думаю за херня такая А у нас колесо Был в одном месте удар в него Может быть частично разбортировалось Может что, не знаю, в общем Да, вот наверное лед торчит В общем, качаем колесо И едем до дома Еще 15 километров по асфальту Ну не по асфальту, по зимней дороге Упс Я уже у гаража 64 километра получилось И сейчас посмотрим Общий сколько 139,6 за два дня я тут проехал Все, переодеваемся, раздеваемся Квадрик у нас растаял Сделал Сделал, как сказать Осмотр полный Ошибку расшифровал По ошибке Получилась ошибка По лямбде первого цилиндра То есть, у нас до этого была лямбда второго цилиндра Мы ее поменяли По ней ошибок нет И теперь лямбда второго первого цилиндра И по ней ошибка была замыкание на массу То есть, я крайний день пошлили Вот эту колодку И последний день я уже ехал без ошибок То есть, надо смотреть тут где-то контакт И без ошибок Расход сразу убавился на очень много То есть, обратную дорогу я проехал такую же При этом у меня еще три палочки в баке осталось Так, и из проблем у нас в очередной раз Сальники сзади Видно, какая лужа масла Задний левый вот этот вот Сальник там все в масле Под квадриком все в масле С правой стороны Тут вроде как Тоже текет, но не так сильно С левой стороны Многие люди ездят годами И знать не знают про такие как бы проблемы А у меня вот что-то это фигня Списался на авито с продавцом У которого заказывал запчасти на двигатель По двигателю, кстати, вообще проблем никаких нет Сейчас будем менять масло То есть, 300 км обкатка после переборки прошла То есть, вообще без нареканий Вот И заказать вот эту гранату внутреннюю Я думаю, что у нее просто-напросто износ У этой внутренней гранаты Стоит она 3000 рублей Но надо убедиться Сколько там шлицов Двадцать или девятнадцать То есть, они есть разные по годам выпуска Поэтому будем разбирать Я уже принес тут Инструмент Вон гайкокрут Головки Все будем сейчас Разбирать Смотреть и заказывать Наверное, новую гранату Новые сальники И менять масло А так, в целом, по технике Проблем больше никаких нет На этом, наверное, все Такой, как бы, заключительный отчет О моей поездке Поэтому все Спасибо за просмотр Всем удачи Пока 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 Продолжение следует... Продолжение следует...